Напоминаю, что мы с вами рассматриваем лучшие партии, но лучшие партии на мой взгляд, потому что лучших партий существует очень много и очень трудно определить какие лучшие какие нет, но мы пользуемся определенным принципом, а именно есть шахматный информатор, который выходит, раньше выходил два раза в год, теперь выходит три раза в год. В каждом информаторе печатается, комиссия отбирает 30 партий самых лучших на этой комиссии, передает это на более узкую комиссию, 10 грейсмейстеров, изучает эти партии и убирает еще 10 партий оценки на этой, до 10, оценки суммируются, и партия, которая набирает наибольшее количество голосов, первая партия 10, вторая 9 и так далее. И партия, которая набирает наибольшее количество голосов, она объявляется лучшей партией тома, а публикация дается следующим томом и так далее. Это продолжается уже почти полвека, с 65-го года, то есть ровно в этом году будет полвека. И строго говоря, надо было бы не одну партию объявлять лучшие, а соответственно три тома было, то есть три партии были, а сейчас это два тома, но тогда было бы уже партии 50, а соответственно, как минимум 100, на самом деле еще больше. Ну, я вот отобрал 50 партий, и как правило, если две партии, как в двух домах лучше, я всегда брал тот том, ту партию, которая сыграла чемпионами мира, ну, потому что партия чемпионов первых всегда привлекает внимание больше, поэтому я вот так и отобрал 50 партий. Партия Карпов-Корчной, это из знаменитого финального матча претендентов, когда Карпов выиграл матч Корчного и завоевал право на то, чтобы сыграть матч чемпиона мира. А чемпион мира тогда был Фишер, так что он завоевал право встретиться с Фишером, а потом Фишер отказался играть, и Карпов стал чемпионом мира. Фактически этот матч с Корчным был, оказался финальным матчем на первых семерах, потому что он определил будущего чемпиона мира. А потом они сыграли еще два матча, уже настоящий матч на первых семерах, и Карпов снова выиграл, так что он доказал, что он сильнее Корчного. Но тогда это еще было не так ясно, они ему были претендовали на то, чтобы бросить участку на Фишеру. Вот эта партия Карпов-Корчной, это вторая партия финального матча претендентов, Москва, 74-й год. Ну, тоже год почти был век, 74-й, или сколько, 30 лет, а это нет, пока еще нет, пока 40 лет еще, еще 30-10 лет. Это партия, пожалуйста, так, Карпов-Корчной, черный, Е4, 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 С5, значит, это тоже составлянская защита. Конь Ф3, конь Ф3, Д6, Д6, Д4, Д4, С, Д, конь Е4, там рожепешка, конь Ф6, конь Ф6, конь С3, конь С3. Этот вариант называется, вы можете услышать, как этот вариант называется, вариант Аркона. Почему дракона? Потому что вот этот, какой класс последний? Конь С3, G6. Вот это был вариант, начало дракона. Почему дракона? Видите, вот это вот устроение, конечно, напоминает дракона. Поэтому сам вариант получил название вариант дракона. Ну, в принципе, он считается немного опасным для черных. С другой стороны, здесь возникают такие живые, интересные базисы, увлекательные. Белые тоже часто проигрываются. Ну, хотя, конечно, чаще не выигрываются. Вот. И... Хотя вот с тех пор прошло больше 40 лет, тем не менее, этот парк до сих пор является довольно яркой для варианта дракона. Здесь последовало слон Е3. Ж6, слон Е3. Слон Ж7. Слон Ж7. Ф3. Белый здесь еще и центр. Идея здесь часто такая, что эти пешки надвигаются на короля и назад, как, ну, атаку. Ну, черный, а идея черных на ферзевом фланге, как какой-то получит игру и противодействует на ферзевом фланге. Значит, идет такая нога в фланге, атакует. Белый с атрой стороны, черный с другой стороны. Коль С6. Коль С6. Ферз Д2. Ферз Д2. 0, 0. Харат паркировка. Слон С4. Слон С4. Белый с атрой стороны. Слон С4. Слон Д7. Слон Д7. А4. Ларен С8. Вот это. Можно прокомментировать, потому что я сказал, да, это. Видите, Белый нашел от атрой на королевском фланге. Еще при помощи. Эти слон туда направлены. Эти слон туда направлены. И теперь еще Белый конец в передвинию. А черный, видите, Маленький и Сэн. Начинает контрагуру. Ну, это вот, в реальной атрой на королевском характере. Кто быстрее? Кто быстрее? Ларен С8. Когда-то было такое модное построение. Вместо этого фонда Ферзь выходил сюда. А на С8 попадала та ладья. Ну, это вопрос моды. В тот момент, когда я работал в партии, был такой вариант, что Ферзь остается пока на месте, а ладья, да, Ферзь его, нанимает Ферзь их фланг. Вообще, сейчас, кстати, модный ход степенно было признано, и эта партия это подтвердила, что атака Белый сильнее. И поэтому, вот на королевском лагере, когда Белый сыграет Ашкальц, то был у черных ход неприятностей. И поэтому сейчас теористы рекомендуют ход Ашкальц. Это владея показе стыдно. Рекомендуют ход Ашкальц. Но в то время такой ход оказался опасным, потому что черный двигает пешка от своего короля. Это выглядело не очень хорошо. Потом было показано, что черные здесь могут держаться. Тогда это еще не было в моде, и было ему поздно продолжение Владеца Иосифа. Владец Иосифа. И поскольку здесь слон под боем, грозит победить конем, и этот слон может оказаться уязвимым, поэтому слон отступил на м3. И Белый затевает игру венчине на фердовом фланге. Вы не понимаете, хотят конец А4 сыграть, разменят на уровне другого слона, в зависимости от обстоятельств, что это даст им какую-то контуру игру на фердовом фланге. Черные с Белой сыграли 3-0, у вели короля с королевского фланга, на которого они собирались атаковать. Хотя, в принципе, потом было показано, что ящикой сразу можно. Ну, Карпов предоставлительного выводит короля, и Керна играет 0-4. Здесь, конечно, вопрос в том, что если уйти фердовом, то черные побьют этого слона, а если... Или им победы сразу могут, разменяется, коня, и, разменяется, Белопольного слона дать. Ну, какой лучше, не знаю, но все-таки предпочитают слона не пересохранить, потому что он может принять участие непосредственно в атаке. Поэтому, ну, одного слона никуда не денешься отодать. Вообще, в принципе, из-за этого понятия вы, наверное, слышали преимущественного слона. То есть два слона, всегда это большая сила. Поэтому, пока вы готовы два слона, но здесь уже приходится одного слона отодать, ну, ничего не полезешь. Поэтому, когда шел размен, Керна побили на С4, задябил С4, и вот они приступили к атаке на крайнюю планку, H5. Хотя, возможно, и не сразу на H5, а, возможно, сначала на H4, а потом на H5. Потому что H5, это все-таки связано с жертвой пешкой. Ну, на жертвой пешкой в этом варианте драконов всегда идут. Потому что они выигрывают несколько темпов, и уже быстрее, задача, побыстрее добраться до черного края. Поэтому бокс есть пешка, они их жертвуют. Хотя, повторяю, что можно спокойно сыграть в 3-4, потому что надо всегда с потерей темпов, уже налюбить себя. Х5, ну, черный берет на H5, просто так, допустим, ржа, ну, как пены получают опалку за атаку, и ферзь, и сложная ладья, ничего за это не отдав, вообще приятно. Поэтому тут хоть они мучаются за пешку. То есть черный забирает из пешку, но зато пены выигрывают Т, они быстро прогоняют коня обратно. Теперь видите, ферзь здесь аж, а может подключиться. И ладья до G1, может быть, ну, вообще, как только ладья могут, все тяжелые фигуры могут напасть на короля. То есть, здесь много возможностей у белых. Вот я говорю, и ладья G1, и другие, и конь-то 5, и все равно. Ну, Карпа подготовила специально к этому матчу, вот финальный матч регидентов, это, например, специально готовил новинку, он сыграл хоть 3-2. В чем смысл этого хода? В том, что в варианте дракона черные наращивают какую-то иноциативу на ферзь на фланге, часто жертвуют качество здесь. В ладьями С3, потом Бенса, и здесь ослабляется пешка А2. Король ослабляется, и это дает черным хорошие шансы. Поэтому, бендеры отступают конем неожиданно, они, чтобы на С3, не истваивая спешка, если будет шертва, а просто отступили конем, и на С3 могут повезти этим конем, который отступил. Вот. Приступающие коням будут, ну, да, а приступающие кони Е2 еще могут пригодиться для атаки на королевском фланге, поэтому вот логично. Черные начинают пытаться получить специально на ферзь на фланге. Вот видите, как раз на самом случае, когда эти кони здесь стоят, противно было Е3 и потом на А2, поэтому пока все защищено. Вот. Хотя, возможно, потом было установлено, что, может, ферзи 5 подскажет, что вход надо было Е8. Но это во время партии трудно, это домашний кропотливый, домашний анализ, потом показалось, что это кто точнее, но это не установлено, конечно, сразу. Во время партии Корсёя, конечно, сделал естественно вход ферзи 5. Ну, беды приступили, касали королевского фланга противника. Вот видите, меняют слону, слону, шасси, сам по себе. Ферзи, полезный черный, потому что он давит тоже на ферзи в фланге. Вот знаете, павел на С3, на Б2, поэтому его выгодно разменять. Тем более, и в линии Аш может пригодиться для атаки. Черные побили, ферзи павел на А6. Теперь видите, это польза есть черный, вот почему бой наступал. Если логя павел на С3, то на С3 павел код, и держит на А2, павел на С3, но без приятного давления. Но черные подтягиваются к второму ладью. Кажется, что все-таки здесь у них серьезная контр-игра. Здесь еще один ход, который готовил матч. То есть до этого мы могли все более-менее сеть, что... Но он здесь играет ладья на 3. Такой тихий ход, типичный парковский, профилактика. Он на С3 защищает избыточную защиту, то, что называется, как вы понимаете, есть. То есть на С3, поскольку часто мы играли между 2 каком пункта С3, если здесь сначала кунь отступил, защитил С3, теперь и шерландяй подтягивается, чтобы ничего не допустить, никакой контур-экшерландяй. Вот. То есть пункт С3 теперь избыточно защищен, а конь Е2, при случае уже можно приступить к атаке на крыльях сухландой. Потому что на С3 либо одна фигура, ну, лучше две пока защищают, а видно будет, как получится. Раньше были модны всякие ходы типа ладья Д5, что же качество, но бить-то, конечно, нельзя, потому что там на H7 теряются. Но кольщер был таким вариантом каток, и поэтому Карпов и придумал углы для Д3. Здесь последовало ладить 4C5. Вроде бы естественный ход, потому что на Д5, грозилый конь Д5, при случае, если я открыл его этого коня, то там сразу будет мат. Поэтому это серьезная угроза, и кажется, что ладить Д5 очень хороший ход, потому что на конь Д5 можно при случае... Конюн-то нельзя будет быть на Д5 из-за мата, а можно отдать качество. А за качество, ведь у них уже одна пешка есть, и есть достаточно контр-игра. Но, как бы странно, потом оказалось, что именно этот ход чуть-то нефорсированно проехал. То есть какая-то поездка вроде бы еще не бедная, а уже плохая для черных. Ну, тут вот я провожу разные варианты, которые маморимы вместо ладить Д5. В частности, Батвинин считал, что нужно отступить обратно, через него на Д8, туда подтянуться к своему королю, если там какие-то будут проблемы. Но, не менее, вот тут Корчевой сыграл ладить Д5, и последовало... Вот кони С3 и Ф6, они как бы защищают своих королей. Этот своего защищает, а этот защищает своего короля. И они должны держаться до последнего, эти кони. Потому что, если, скажем, кони С6 и поезд, сразу вторжение на Д5, это очень неприятное. И, ну, неожиданно С7 ход же 5. Проконяю. Но, по границе, уходить к ним, конечно, нельзя. Наши все бесит. Поэтому, это жертва пешки, очередная. Это уже вторая жертва пешки. Черные берут ее. Другого выхода нет. Уже беды почти подобрались к приятельскому королю. Черные берут. И вот здесь жертва, следует еще одна. Еще один верхний ход. Ладья Д5. То есть, уже Ферешка, как бы, пожертвовала, теперь она жертвовала еще ладью. А что делать? Ну, ведь кони обрезают. Потому что Ферешка, 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 С8-1. Правильно? Ну, значит, приходится... И, кстати, если бы они попали в конь Д5, то тогда ничего бы не было, потому что ладья бы отдала... Сега принесла в жертвы для этого коня. И у черных две пешки. И две пешки докачиваются. Это вполне достаточно сильный. И кавалер. Черный король на беременный счет. У черных, в культуру, игрок варил седу, еще пешка добились. Поэтому, это очень легатный ход. Ладья Д5. Но, он, конечно, был карман против схода. Теперь выхода нет. Приходится бить ладьей. Потому что я напал на Ферешка и на ладью. Нужно перейти на разумен. И здесь последовало уже конь Д5. И что делать? Что делать теперь? Конь Д6. Конь Д6. Ну, как-то можно добраться до черного короля. От Ферешка. Ладья. Сейчас сделаем письки. Пока еще сделаем. Ну, красит, кто-то конь ИСЕВ. Может быть, неприятный. Интука еще и СЕВ. Поэтому, чем же учти вилок на Д5 и 8? Учти вилок на Д5 и ИСЕВ. Ну, пока, в разуме на Ферешке, пока не очень страшно. Потому что, если конь Д6 и М, все-таки шах, хорожих в 8. Потом, если шах на ШУСЕВ, король, он будет на ИСЕВ. Да? Ну, то есть, как-то не очень приятно, конечно, эти гаражно-центры. Ну, все-таки две пешки. И здесь уже материальная равенство. С фигурой поровну только, я думаю. Черные на это рассчитывают. Но белые делают. Если вот вариант, как у меня есть, не буду опять-таки углубляться, а буду идти дальше по партии. Белые сыграли конь Е и Ф4. То есть, они укрепляют конь Д5. Конь Е и Ф4. Теперь черные играют значит, белые взяли под защитой по МД5. Здесь последовало СНС-6. Теперь черные тоже берут по МД5. А не черные как раз по МД5 берут под контроль. Потому что грозило уже конь Е в 6 шаг, здесь грозило уже побить и этим коням скопнули на Д5. И тогда мы уже Фердоршин, Фердоросин, Грозин, 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 потому что король Е 7 не будет сходить в МД5. Поэтому что-то надо придумывать. Черные берут под старт, чтобы не напустить в МД5, слон Се 6. Значит, здесь слон Е 6, слон Е 6 был код. Допустим, в той же идее взять под кадр на Д5. Но тогда здесь такой вариант у меня приведен. Белый зазор на льву стоит. Надо только побить сюда, изменяться на И 6, кофе, теперь побить на И 6, Грозин, то есть король оголяется, но ничего страшного, так, перед бедовщем король Ф8, то есть что получается? Пока ученых лишний пешка, но белый берут на ВСИН, очень неприятный король, вообще гранит ладья Ф8, пешки 5 шаг, король Б1, что делать? Ладья ИСИН, ладья ИСИН, потому что там отгрызим ладья ИСИН, что делать здесь? Фериль Б8 шаг, ладья ИСИН, и фериль Д6 шаг, в общем, здесь разгром, потому что здесь уже и пешка лишняя, и король по-прежнему в матовой сети, так что здесь все очень плохо, поэтому установлены эту позицию. Смотрели, Слон Е6 посмотрели, ход, вот, на самом деле был ссылок на Слон С6, Слон С6, здесь еще красивый ход, они последовали, белые сыграли, они пожертвовали в пешку, Е5, Е5, то есть, та же идея была, здесь та же имеющая была, когда было минус, ставим на Д5, на Д5, и Ж5, когда мы играем, то есть, перекрыть пятую линию, если вы берете на Е5, то после ДР, после ДР, уже, что следует, так, комбитавший ША, ЕФ, и конь H5, есть вот, и мат неизбежен, потому что, ферзь, ну, в общем, все здесь, я перегружаю, и нажав, я говорю, а H5, что здесь все кончено. Опять, сейчас переставим, потом придется все восстанавливать, поэтому будем идти по главной партии, на Е5 последовало, значит, этот эффектный ход, но перерезанный пятой горизонтально, а ты, кажется, что у белых очень много возможностей, но как-то странно, потом было догадано, что, хотя главная срезбегается, но это только, этот прорыв решает дела, а ничего остального не выигрывает, и там, комбитавший шаг, размина тоже, тоже есть вариант, что ничего не получается, а вот здесь уже все в порядке, белые выигрывают, СНО БЮД-5, СНО БЮД-5, последовало Е5, теперь грозит, мало, даже 7, все вынуждены побить, Е5, здесь, здесь белые могли еще, кажется, что понежкает очень сильно, потому что жарша отсюда мало отбается, грозит отсюда мало, но, как ни странно, здесь, как ни странно, здесь белые, черные выигрывают, а не один шаг, мат просто, поэтому нет времени для таких слишком приморениях действий, поэтому, поэтому последовало Ферн БЮД-7 шаг, Король Ф8, Ферн БЮД-8 шаг, внизу и черные сдались, потому что на Король Ф7 следует, на Король Ф7 следует КОН БЮД-5 шаг, и, если Король Ф7, ну, да, и на Ферн БЮД-5, ладья Е5 шаг, и то, ладья Е8 теряется, и так далее, тоже, наверное, сами заботились, но вот такая длинная партия, да, очень эффектная, мы кое-какие варианты посмотрели, а на самом деле, на самом деле, здесь, здесь, всего 20-х ходов было, ну, вот последний вариант, как Реон БЮД-7, это Король Е7, КОН БЮД-5 шаг, и на Ферн БЮД-5, все поровно, вроде бы, да, черные, черные фишки, здесь решает, или я не шаг. Ну, так закончилась эта партия, черный с Дальц, 27-й ход, и эта партия довольно эффектная, она была одна из самых красивых партий, как он в том матче, он тот матч выиграл, хотя, не все так было просто, там, в конце, в конце матча выиграл 23-я партия, почти сравнала все, там, разница была в одно очко, и 24-ю не сумел выиграть, и таким образом, как у ее машины. Продолжение следует...